Всего общему вниманию и мой очередной взгляд из Украины на матчи российских команд. 29 октября 2021 года питерский «Зенит» в рамках 13 тура чемпионата России 2021-22 принимал на своем поле московское «Динамо», которое отставало от лидеров всего на 3 очка. В старте «Зенита» Ярослав Ракицкий, который проводит свой сотый матч за клуб из Санкт-Петербурга. Это если верить комментаторам. Хозяева повели довольно быстро. К голу причастен другой украинец, только в составе московского «Динамо» Иван Ордец. Именно он оказался на пути мяча после неуклюжей попытки пробить «Азмуна». Рикошет то ли от ноги, то ли от руки украинца. Мяч оказался у Клаудинио, который с нескольких метров не промахнулся. 1-0 на восьмой минуте. На тридцатых минутах смеялся дальше, чем видел, когда комментаторы Матч ТВ после выкрика кого-то из легионеров «Зенита» «Оффсайт» стали всерьез рассуждать о том, что этот иностранец уже без акцента произносит некоторые русские слова и так дальше в этом плане. Господа, я вас, конечно, удивлю наверняка, но «Оффсайт» — это английское слово, можно сказать, международное футбольное, но никак не русское. Но опять к матчу. «Динамовцы», конечно же, не сдавались и смогли отыграться в начале второго тайма. В борьбе в штрафной «Зенита» Караваев сыграл рукой. Желтая карточка, пенальти. Даниил Фомин с 11-метровой отметки забивает свой двадцать первый гол из двадцать первой попытки. Это пенальти. 1-1. 56-ая минута. «Динамо» воодушевлено. «Зенит», конечно же, бросился отыгрываться. Нарвался на контратаку. Прострел в штрафную «Зенита». Тюкавин в борьбе не смог пробить по мячу. Рикошет. Удар Макарова пошел в облака. Не момент, моментище. И тут же «Зенит» показал, как нужно реализовывать подобные моменты. «Азмун» — проход по правому краю, завершает прострелом назад к линии «Динамо» штрафной, откуда «Вендел» пробил точно в нижний угол. 2-1. 66-ая минута. После чего «Хозяева» очень быстро забили еще. Гол сделал только что вышел, чем на замену «Дзюба». «Ракинский» подал угловой. «Вендел» пробил головой со скока мяча от газона. «Шунин» парировал мяч вверх. Но тут как тут «Дзюба». Удар головой 3-1. 69-ая минута. Все. «Зенит» свою победу уже не упустит. Когда на 85-ой минуте в «Динамо» ворота был назначен штрафной, и к мячу подошел «Ракинский». «Я понял. Ярослав» сейчас отметит свой дебютный сотый матч за «Зенит» с шедевром со штрафного, что и вышло. Подкрутка в ближнюю девятку от «Украинца» вышла идеальная. 4-1. «Зенит» уверенно побеждает. 29 очков набирает и отрывается от московских «Динамо» и «ЦСК» на 6 баллов. Только вот армейцам свой матч еще и играть. С вами был Саныч. До новых встреч.